МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Ленинграде начало 80-х большинство взрослого населения рабочие. У них неплохая зарплата, гарантированная пенсия, заводская поликлиника, 6 соток в садоводстве. Рабочий класс в СССР считается правящим, но ничем не правит. Ленинградские рабочие, как и все советские люди, стоят в очередях, давятся в общественном транспорте и рассчитывают в жизни только на себя. Обещала рабочим фабрики и заводы. Власть и богатство. 70 лет мы жили с лозунгом «Человек труда – хозяин страны». И закономерный итог. В Ленинграде в середине 80-х именно в рабочей среде появляется банда, исповедующая лозунг «Градь богатых». Пролетарские робин-гуды несколько лет терроризируют город. Они совершают серию жестоких убийств и разбойных нападений. Не оставляют свидетелей. Они безжалостны и хорошо вооружены. Поймать их кажется невозможным. Пролетарии чаще всего вне подозрений. 15 января 1982 года. Ленинград. Загородный проспект 12. В запертой квартире обнаружено три трупа. Николай Арсеньевич Семенов, его жена и теща. Убийства совершены с особой жестокостью, предположительно ударами кастета. Квартира ограблена. Отпечатков пальцев и других улик бандиты не оставили. 24 января 1983 года. Улица Седова, дом 100. Убиты супруги Захаренко. Убивали их долго, перед смертью пытали. В преступлении использовались и ножи, и самодельное огнестрельное оружие. Квартира ограблена. 16 февраля 1984 года на дороге в Угольную гавань обнаружен автомобиль «Москвич». В салоне тяжело раненый водитель Игорь Иванович Цуриков. Он скончается в машине скорой помощи по пути в больницу. В брежневские времена это были неслыханные преступления. Они мгновенно попадали на особый контроль в партийные и советские органы. Даже по стране таких убийств было чрезвычайно мало. Так что спрос с милицейского начальства был нешуточный. И уголовный рост Калининграда работал на предельных оборотах. Тем не менее, наличие трупов оставалось только фактом. А факт не ответ, а вопрос. Преступники не курили экзотических сигарет на местах происшествий. Не наступали ботинками в пепел. Не оставляли крохотных улик, как в классических детективных романах. Все было тщательно. И, соответственно, сам Николаев, он без всякого принуждения, без психического и физического воздействия дал нам показания. Николаев Андрей Владимирович. 1959 года рождения. Работаю клещиком баков на заводе «Красный треугольник». Победитель в соцсоревновании. Женат. Умеет трехлетнюю дочь. Мать пенсионерку. Отец живет в Италии, у него другая семья. Мать после отъезда Владимира Николаева в Италию вышла замуж за другого. Летом и по выходным Андрей живет с ними в семейном доме в Выреце, под Ленинградом. Единственное, что отличает его от сверстников, серьезный интерес к слесарному делу и к огнестрельному оружию. Еще Андрей мечтает как можно быстрее попасть к отцу в Италию. Для советских людей за границей либо рай, либо ад. В зависимости от внутренних убеждений. Но в любом случае это загробный мир. Кто туда попадает не в формате служебной командировки или вымоленной у начальства туристической поездки, тот оттуда не возвращается. В Ленинград приезжают нарядные и веселые иностранцы. Они одеты в джинсы и в ненашинские футболки. Для них открыты двери любых ресторанов. При гостиницах работают валютные бары, а в них страшно подумать. Подают импортное баночное пиво. Вот такие пустые банки советские люди ставили в сервант. Как символ достатка, как украшение. По окончании восьмилетки Николаев поступает в арктическое училище. Он мечтает побывать за границей, там, где живет отец. Но на третьем курсе начальство объявляет – визу ему не откроют. Именно потому, что отец поддан Италии. Андрей уходит из училища, но и другие пути оказываются для него закрытыми. И когда Николаев попытался стать, ну, будем говорить так, военным, стало устраиваться в военное училище, ему было отказано, когда он попытался поступить в гражданский вуз. Ему тоже было отказано. И вот сам факт постоянных отказов, ну, он как изгоним стал. 19-летнему Андрею Николаеву ничего не остается, кроме как с весенним призывом 1979 года уйти в армию. Призываемся в Москва, район Митина, воинская часть 45-813, Кировско-Путиловский, уродина Ленина, там, единый ракетный полк. То есть почти весь призыв, ну, здесь с Ленинграда был. Часть, где служит Николаев, считается образцовой. Отличное снабжение, никаких национальных землячеств, дедовщины. Здесь много сынков из семей со связями. Их пристраивают сюда, чтобы не послали в Афганистан, где идет война. Столичные мажоры служат не слишком хорошо, зато имеют увольнительные в Москву и первыми получают сержантские лычки. Отсутствие равенства особенно злит армейского приятеля Николаева. Сержанта Михаила Королева. Королев, в принципе, очень хорошее впечатление. То есть свой парень такой, симпатичный довольно-таки, высокий, общительный очень, и развит физический. Королев Михаил Михайлович, 1960 года рождения. Из рабочих. Жена, трое детей. Я увидел, что в жизни деньги решают все. Что человек, который может достать что-то дефицитное, он для всех становится чуть ли не богом. Для таких людей все дозволено, все открыто для них и для их семей. А для нас ничего. Еще служа в армии, мы предполагали совершить преступление. Но все разговоры были в общих чертах. Уже тогда мы обдумывали мысль о совершении убийства, чтобы убрать свидетелей. Грабить и убивать мы хотели людей, которые нажили свое состояние, нарушая закон. Большинство людей в начале 80-х видели абсурдность общественного строя. Часть населения засели на кухнях, антисоветски иронизируя под магнитофонные записи Высоцкого и Галича. Другая пила водку, поступив в школу невмешательства. Наши антигерои создали идеологию, которая оправдала бы убийство состоятельных граждан. Традиция лукаво называет таких рубингудами. Пока не пролилась первая кровь. Если мир устроен несправедливо, значит, надо стать волками среди волков. После демобилизации в 1981 году Николаев и Королев дважды пытаются ограбить квартиры в Москве. Выбирают объявления на витринах Мосгорсправки. Вот репетитор, вот обивщик дверей. Им кажется, это богатые люди. Но в квартирах, куда они заявляются с ножами и кастетами, нет ни вещей, ни денег. Они уходят ни с чем, запугав тех, кого пытались ограбить. А потерпевшие боятся заявить в милицию. Если бы тогда что-то по-другому повернулось, то не было бы убийства и Захаренко, и непосредственно Семенов. После неудачных ограблений Николаев возвращается в родной Ленинград и устраивается на работу в троллейбусный парк. Ничто в рядовом водителе троллейбуса не вызывает интересы правоохранителей и любопытства граждан. В коллективе его любят и уважают. Он был очень интересный. Молодой человек, высокий, красивый. Он хорошо общался. Он был добрый, щедрый. Всех угощал. В гости мы к нему ходили. Он жил в самом центре. Вся компания, весь наш возраст, мы там все собирались у него дома частенько. Чем страшен настоящий оборотень? На первый взгляд он ничем не отличается от нас. Он помогает маме по хозяйству. Он провожает девушку до дома. Он выручает товарища до зарплаты. Он стоит в очередях замороженным. Но тем временем он изучает нас, чтобы довести до квартиры, ограбить и убить. В 1982 году настает черед следующей жертвы Николаева. От приятеля детства некоего Юрия Берлина он узнает о богатой семье Семеновых, живущей в отдельной квартире в центре города. Пора заняться делом. Николаев вызывает в Ленинград из Подмосковья Михаила Королева. Семенов работал старшим товароведом Ленкомиссион Торга. Место работы, если мне не изменяет память, это старый мебельный магазин на углу Разъезжей и улиц Марата. Ну, это хорошее, насколько я помню, место, где можно было получать не только чистую зарплату, но где люди могли получать и какой-то сторонний доход. Глава семьи Семеновых человек обеспеченный. Жена, врач-педиатр и теща-пенсионерка. Люди пожилые. Живут замкнуто, посторонние в доме редкость. Николаев и Королев идут на дело вечером. Тогда семья должна быть дома. Сын Семеновых служит на Дальнем Востоке. От него давно уже нет никаких вестей. И преступники заранее подготовили легенду. У них есть посылка от Семенова. Амурская рыба с Дальнего Востока. Но они ее с собой не взяли. Оставили на вокзале в камере хранения. А пришли просто занести квитанцию. Я выхватил револьвер и начал угрожать мужчине. Королев ударил мужчину свинчаткой. Сколько раз Королев ударил мужчину, я не помню. Не знаю, не считал. Но ударов было много. Потом он подскочил к бабке, которая сидела в кресле. И ударил ее свинчаткой по голове. Им была изготовлена специально под свою руку, под свой вес. Битая из свинца, которую он вкладывал в руку. Себе непосредственно в перчатку. Ну и, соответственно, носил удары сверху луницы по головам. Николаев держит Семенову. А Королев, покончив с ее мужем, бьет женщину ножом в спину. А потом убивает и ее мать. Он кричит Николаеву. Все, берем деньги и уходим. Мы вынесли из квартиры Три бобровых пласта. Приемник японский. Две кожаные куртки. Два зонтика, мужской и женский. Бритва Филлипс. Был перстень. Да, перстень такой. С белым камнем. Преступлений в те годы таких серьезных не было. Была большая редкость. Когда три человека мертвы. Когда квартира была залита кровью. Знали все сотрудники милиции. Плоть до постового милиционера. Не только оперсостав. Так что шум был очень серьезный. Говорят, у передвижников есть картина. На ней изображен купец, везущий на подводах товар. И два мужика на опушке в засаде. У одного из них в руках топор, у другого обрез. Пошаливают. Так названо это полотно. Это и есть образ русских робин-гудов. Они грабят, но богатеев. А вот как и кого они убивают, на картинах не написано. Это в 90-е годы бандиты выйдут на сцену и временно станут хозяевами жизни. А в 80-х банда Николаева сливается социальным пространством. Простые парни. Николаев никому не интересен. Он даже хвастается, пытаясь намекать на какие-то страшные злодеяния. Я как бы так смеялась над его какими-то вот этими... Ну, разговоры про что-то у нас, организация. Вот какие-то были такие разговоры. Ну, все это я воспринимала как несерьезное бахвальство, что ли, хвостовство какое-то. Вот. Потом он стал дарить мне подарки достаточно дорогие. Там серги, перси, ну, что-то такое, украшения. После убийства на Загородном Михаил Королев уехал на родину в Подмосковье, женился и из банды выбыл. Николаев начинает обдумывать новое преступление. Без труда находит себе сообщников. Еще одного своего армейского товарища Докера Крылова и слесаря троллейбусного парка Сопронова. Крылов Михаил родился 11 сентября 1957 года в Ленинграде. Окончил машиностроительный техникум. Не женат. Живу с матерью в одной комнате. Работаю докером Балтийского морского пароходства. Передвиг производства. Геннадий Сопронов родился 12 августа 1956 года в Грозном. Женат. Закончил музыкально-педагогическое училище. Воспитывает двоих детей. В 1982 году совершил ДТП, за что был приговорен к году исправительных работ. В данный момент возглавляю сектор внешкольной работы РЖУ Выборгского района. В голову оперативнику не придет подозревать водителя троллейбуса. Да его просто засмеют. Поэтому сети сыщиков никого не могли зацепить. Агентура пожимала плечами. Блатные и рады были бы сдать упырей, но ничего не ведали. Убийство Семеновых прошло безнаказанно. Надо идти на новое дело. Страстный любитель огнестрельного оружия Николаев часто бывает в магазине охоты и рыболовства на Невском. И обращает внимание на директора этого престижного магазина Елизавету Захаренко. Она постоянно уходит с работы с какими-то свертками. Дама богато одевается, носит много золота, кольца, серьги, персни. Николаев решает выследить Захаренко, узнать ее режим дня и адрес. У нее наверняка много денег и дорогих вещей. И нажиты они не на одну зарплату. В советское время самым престижным по должности был не профессор, не заведующий кафедрой, не дирижер филармонии, а торгаш, человек, который занимает большую должность в торговой сети. Это были нужные люди. В советское время любой работник торговли – подозрительный тип. Как писали в тогдашних филейтонах, сей жук подвязался в торговой сети. Да и рабочие относились к директорам магазинов без особой симпатии. А раз так, значит и преступление, даже убийство, уже не кажется смертным грехом. Елизавета Федоровна Захаренко и ее муж Федор Степанович, директор станции техобслуживания, живут в отдельной двухкомнатной квартире на улице Седова. Каждый день, кроме воскресенья, Елизавета Захаренко выходит из дома ровно в 9 утра, чтобы вовремя прибыть на работу. У них и правда возможностей и средств побольше, чем у среднего советского человека. Николаев надеется сорвать, наконец, большой куш. Дорогой, я ушла! Крылов нанес удар мужчине ножом в спину. Ударил женщину ручкой ножа по голове. В этот момент у меня в руках находился пистолет. Я произвел непроизвольный выстрел. Пуля попала в мужчину. Николай связал мужчину. Связал ему руки двойным узлом, галстуком. Связал и ноги. Но чем галстуком или потяжками, я не помню. Я заглянул в комнату. Женщина была еще жива. И я ударил ножом ее в голову. Если Родион Раскольников шел на старуху, убил двух, а потом всю книгу мучился, то Николаев оставил после себя пять трупов и даже не пожал плечами. Вернее, он пожалел о том, что мало добычи досталось. И только он увидел, как легко бить безоружных стариков кастетом. Он почувствовал себя настоящим героем из американского боевика. Если два и более трупов, естественно, идет доклад сразу в МВД СССР. И, естественно, приезжает представитель. Приезжает представитель главка тогда Ленинграда. И начинается после следственных действий оперативная работа, которую возглавляет один из сотрудников или несколько сотрудников убойного отдела, сейчас так называют, и кто-нибудь из руководителей управления уголовного розыска. На поиски возможных преступников нацелены участковые, проводится повальная проверка документов у всех подозрительных лиц. Под постоянным милицейским присмотром находятся вокзалы и аэропорты, бары, кафе и рестораны, комиссионные магазины. В ходе того, что мы приглашали ювелиров, ювелиры изготавливали нам аналоги тех же самых вещей, которые готовились там для семьи Захаренко. Ну и, соответственно, смотрели те вещи, которые могли быть похищены, искали их аналоги. Но ни в скупках, ни в комиссионках украденные у Захаренко вещи обнаружить не удается. И хотя милиция задержала целых 37 человек по подозрению в этом преступлении, все они оказываются непричастными ни к убийству Семеновых, ни к убийству Захаренко. А банда Николаева строит новые преступные планы. В Советском Союзе подпольные миллионеры, конечно, были. И среди цеховиков, и среди партийной элиты. Пройдет немного времени, и следственная бригада к Длиану Иванову раскопает целые бидоны золота в Средней Азии. Но, как известно из романа Ильфа и Петрова, искать кореек дело нешуточное. У Николаева не было ни терпения, ни связей, ни интеллектуальных возможностей. Ему оставалось два места – сберкасса и ювелирный магазин. Только там можно было взять куш и взять сразу. Вход в сберкассу на первой линии Васильевского острова находится в проходной парадной. Здесь всегда людно, есть где укрыться. Есть куда отойти после ограбления инкассаторов. Только чтобы скрыться с места преступления с деньгами, обязательно нужна машина. С такси связываться опасно. Решают взять частника. Затормозили подержанный москвич. За рулем – работник вооруженной охраны Цуриков. Случилось это 16 февраля. Он ехал встречать маму в институт. И его остановили недалеко от института и попросили выручить, поскольку, как они объяснили, они опаздывали на поезд, и им экстренно была нужна помощь. Иначе они бы просто не успели. И, соответственно, в этот день он маму уже не встретил. И вечером раздался звонок из прокуратуры уже нам домой. И нам сообщили, что вот это трагическое событие произошло. Автомобиль решено было у водителя отнять. Ему сказали, езжай в угольную гавань, на Турухтанные острова. Место пустынное и безлюдное. Когда остановились, вокруг не было ни души. Крылов должен был оглушить водителя, но вместо этого выстрелил ему в голову из ракетницы. Водитель схватился за голову и начал вылезать из машины. Крылов схватил его за шиворот, и мне пришлось выстрелить шофера в живот. Совершив убийство этого водителя, преступники заметили машину ПМГ. Подвижная милицейская группа. То есть милицейская машина ехала. По всей видимости, сзади, насколько я помню. И испугавшись, что они могут быть задержаны, они выскочили из автомашины и бросились бежать. Но милиционеры тогда, по-моему, не заметили убегающих от Крылова и Николаева. Погоню не организовали, им удалось скрыться. Выскочив из Москвича, Николаев и Крылов бегут к железнодорожным путям. Потом останавливают другого частника и преспокойно уезжают. Попытка ограбить сберкассу на Васильевском провалилась. Но к списку убитых бандой Николаева добавилась еще одна невинная жертва. Даже с точки зрения кровопийца убийство в угольной гавани было абсолютно бессмысленным. О беспощадности вопрос не вставал. Подельники Николаева это прекрасно понимают и уходят от вожака. Но Николаев не унимается. Он старается стать значительней. Он придумывает себе несуществующую биографию. Его мать из пенсионерки превращается в директор Елисеевского магазина. А скромная дачка под Вырицей в двухэтажный особняк с лифтом. В те времена в СССР появляются видеомагнитофоны. И клонируются кассеты с фильмами о Рэмбо. Несмотря на то, что Николаев служил под столицей в войсках ПВО, он рассказывает о своих подвигах в Афгане. Ну он рассказывал такие жутковатые истории. Допустим, они идут на зачистку какую-то, да? То есть надо в дом зайти. А как зайти? Может быть там человек с автоматом стоит. Ну сперва бросаем пару гранок туда, а потом сами заходим. Есть такая шизофрения вялотекущая. То есть она как бы не проявляется в конкретных действиях, но в разговоре. Но вот в неадекватном, понимаете? То есть чувствует, что он фантазирует, понимаете? Он начинает вот эти все увиденные представлять. Вот так же, как и Николаев, который много просматривал фильмов, как потом выяснилось, на кухне у них стоял телевизор, и Макевара, на которых сосед их обучал там восточным винодоборством. И одновременно они смотрели эти фильмы и фантазировали. Из троллейбусного парка Андрей Николаев переходит на завод Красный Треугольник. Там больше платит, женится, у него появляется дочь. Ведет образ жизни добропорядочного гражданина. Единственной страстью Николаева по-прежнему остается оружие. В мастерской на даче вырится уже целый арсенал самодельных пистолетов, обрезов, револьверов. Он собирает на местах боев взрывчатку, сам делает детонаторы. Он был кулибин, он был человек от бога. Если бы его в нужное русло направить, то это была бы опора за государство. У Николаева оружие на взвод спецназа. Но нет сообщников. Крылов, с которым он собирался взять сберегательную косу на Васильевском, отходит от дел. Необходимо вербовать других. Андрей Николаев ищет компаньонов среди сослуживцев по новой работе на заводе «Красный треугольник». Но у тех свои, гораздо более безопасные способы заработка. Ну, уровали, там подворовали помаленьку. Галоши возьмешь. Прожить-то надо было тоже на что-то. Там отдашь за три рубля. Две или три пары. Наконец у Николаева созревает план, который сможет сразу решить все материальные проблемы бандитов. Правда, жертвами теперь будут ни директора, не работники магазинов, а простые ленинградцы. На этот раз Николаев предвосхищает Голливуд. Он разработал план, который позже будет использован злодеями в блокбастере «Крепкий орешек-3». Он собирается взорвать станцию метро «Владимирская», и пока все силы будут стянуты туда, ограбить сберкассу на Загородном проспекте. Бомба с часовым механизмом, множество разорванных тел. Милиции будет чем заняться. Меж тем маршрут и расписание инкассации на Загородном детально изучены. Убить инкассаторов, вырвать сумки, уйти проходными дворами. А после спокойно на общественном транспорте разъехаться по домам. И никакая машина не нужна. Он говорит, раз, оторвал, и больше ничего не надо. И катайся, купайся, и что хочешь делать. И машину покупай, и что угодно. Он говорит, а что мы должны вставать в 7 часов, чтобы там на красный треугольник, к примеру, прийти, и клеить эти баки? Кому, говорит, это надо? Ну, и как бы он сказал, на войне, как на войне, говорит, надо чувствовать себя мужчиной. Раз ты тебя, ну, как бы, не нагибай голову, а ходи прямо. Вот так примерно. Милиция в середине 80-х выглядела притихшей и свято соблюдала социалистическую законность. Прокуратура руководствовалась принципом «бей ментов, спасай Россию». Если кто-нибудь жаловался на припухлость верхней губы и объяснял, что его ударили в уголовном розыске, то можно было схлопотать несколько лет условно. Уголовный розыск объявил негласную забастовку. Например, ранее судимого, остановленного ночью с кутылем вещей, спрашивали, откуда дровишки? Он отвечал, купил у неизвестного. Его отпускали. А на окрик, так что ж вы не колете, опера огрызались, дайте колонн, письменные указания, вот тогда будем колоть. Возможно, именно по этой причине раскрытию способствовал не метод, а госпожа случайности. В январе 87-го года в Ленинском районе, на территории Ленинского района, задерживаются два гражданина. Один из них водитель автомашины, второй пассажир. Между ними возникла разборка, конфликт, скандал. И проезжающая мимо машина отдела охраны задерживает вот этих двоих. Их доставляют в Ленинское РУВД. Пытаются разбираться, выясняется, выясняется личность этого пассажира. Я пошел, они там новое дело завязывали. Вызвали оперативника с Большого дома. Большая заслуга в этом нашего заместительного начальника отдела убийств Горбатенко Александра Яковлевича, к сожалению, умершего. Он первый получил сведения из Ленинского РУВД. Он первый понял серьезность и объективность той информации, которая пошла из Ленинского РУВД. Связать откровения полупьяного задержанного с давними нераскрытыми убийствами трудно. Но Горбатенко опытный сыщик. И его интуиция подсказывает. Уголовный розыск вышел на таинственную банду. Впервые всплывает имя Андрей Николаев. Горбатенко сообщает о полученной информации в Большой дом. Значит, нас попросили у нас в нашем кабинете, во всяком случае в бойном отделе, попросили задержаться, что, возможно, будет сейчас работа. Ну, уже все вроде бы как бы домой намылились. Ну, вызывает нас начальник и говорит, что, говорит, вот надо проехать на Литейный, там, недалеко. По информации имеющейся, люди очень серьезные. Поэтому, вот мы тебя, Михайлов, посылаем, значит, твоя задача, это надо осуществить его задержание. Прибыв к дому, мы смотрим, дом старый, возможно, имеется второй выход, поэтому мы решили обратиться, нашли участкового на опорном пункте, а участковый, по-моему, располагался совсем неподалеку, даже чуть ли не в этом доме. Попросили его оказать помощь, естественно, он, так сказать, нам оказал, выяснили, где находится черный вход, был перекрыт черный вход. Андрей Николаев готов к встрече с милицией. У него под кроватью тротил и заряженное оружие. Живым он сдаваться не собирается. Но опера взяли его в самый неподходящий момент. Вижу, что в углу, в кровати, лежат именно Николаев и его, как потом выяснил, супруга. Вот. Ну, пришлось его с кровати снять. Вот. И когда я увидел, что он побелел именно в темноте, как смерть белой такой, я понял, что да, мы попали в цвет. А в его комнате мы нашли под диваном там где-то еще порядка пяти-шести самодельных пистолетов с патронами. Он был такой мастеровой парень. Вот. Мастеровой сам это все смастерил. То есть пистолеты были готовы к употреблению. Вот. Было обнаружено несколько самодельных взрывчатых веществ. То есть такой арсенал на небольшую бригаду. Когда меня задержали, вывели из дома и посадили в машину, я решил бежать. Думал, что на каком-нибудь повороте ударил руками в наручников шофера по голове. Но жена оберегла и меня, и Мусорова. При посадке на машину она говорит, можно и поеду я. Ну, я добрая душа, конечно, его посадил ее, ему на колени. Вот. И это, конечно, может быть, даже где-то и спасло нас, понимаете, потому что потом информация была, что он хотел как бы совершить все-таки здесь нападение на водителя. и в этой суете как бы может какой-то... Потому что шансов, как он предполагал, у него не было. За Королевым придется ехать в Казахстан, где тот в командировке. В степи много рабочих, чинят газопровод. Где именно Королев не знают. Время торопит. Следователи затевают оперативную игру. Распускаются слухи, приехали наниматели, платят большие деньги. Приходит несколько человек, сообщают анкетные данные. Наконец заходит Королев, богатырь ростом под два метра сурового вида. Королев все понял сразу. То есть он сник, было уже видно, что сопротивления не будет никакого, потому что он морально уже сдался. Причем потом выяснилось, он ждал этого ареста. Объяснил, значит, что с учетом, что он непосредственно убил трех человек, он посчитал своей целью родить, трех живых. Вот почему у него в семье три ребенка. Суд над участниками банды Николаева состоялся в 1988 году, через семь лет после того, как преступники совершили первое убийство. На счету злодеев шесть жертв. Они планировали взорвать ленинградское метро. Но на скамье подсудимых не матерые уголовники, а жалкие дилетанты, пытающиеся свалить вину друг на друга. Об убийствах первым заговорил Королев. Это он предложил устранить свидетелей. По его предложению было совершено первое убийство. Инициатива второго убийства лежит на крылу. Это он ударил Захарченко ножом и сказал мне стреляй. Когда мы уходили из квартиры, Крылов пошел в спальню, где лежала еще живая женщина и добил ее ножом. Николаев еще в армии начал со мной вести разговор. Сначала издалека, а потом все более конкретно по поводу преступлений. Я не хотел ездить в Ленинград. Я искал всякие предлоги, чтобы не ездить, а он угрожал. Он угрожал расправой и угрожал убить моих родителей. Он говорил, что деньги все решают, вообще решат все проблемы. А я не хотел. Я не хотел ездить. Я хотел, я и ребят отговаривал. А он говорил, что он говорил, что убьет родителей моих. Вот я и ездил. Да я не хотел. Я всячески пытался избежать преступления. Николаев угрожал мне расправой, если я не пойду. Как-то раз дома он достал пистолет, направил в мою сторону и выстрелил почти в упор. Суд приговорил Сопронова к 15 годам заключения, а Николаева, Крылова и Королева к смертной казни. Закончила свое существование последняя банда города Ленинграда. Бандиты нового Петербурга станут совсем иными. Их костяк составят не пролетарии, а бывшие спортсмены. Впрочем, идеологически Николаев их прямой предшественник. Он тоже считал, что ему и его сообщникам по жизни все должны. В истории банда Николаева есть одна удивительная особенность. Главарь Андрей Николаев почти не скрывал своих преступлений от друзей и сослуживцев в троллейбусном парке и на заводе Красный Треугольник. Некоторых он даже пытался завербовать свою банду, но никто за долгих шесть лет так и не обратился в милицию. Похоже, опора пролетарского государства, рабочий класс в конце 80-х давно уже не верил ни в свое государство, ни в Бога, ни в черта. Николаева расстреляли в 1988 году. Через три года советская власть рухнула. Ленинград он почти в Европе Ленинград он богат дворцами Ну какие повсюду топи Чуть оступишься и с концами Чуть оступишься и с концами Купа Ла Стар Ят по Солоте Шпили Ввысь Устремились Стройно Ленинград Стоит на болоте А по ночам у нас неспокойно А по ночам у нас неспокойно Ленинград Ленинград Продолжение следует...